Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают А если здесь на нас бежит Он бежит на нас То оно крутится вот так Это поле создаваемое током Е1 в первом контуре Это ток Е1 В честь этого я назову это поле Б1 Понятно что некоторые линии этого поля Пронизывают второй контур Вот скажем вот такая наверное есть линия Ну здесь Эта линия не будет пронизывать А эта очень даже и будет И тогда через второй контур У нас пройдет Сколько-то линий Тогда можно говорить О потоке Магнитном Через второй контур Создаваемом Магнитным полем Которое Которое Было Создано Электрическим током В первом контуре Такой поток Давайте назовем F21 Это поток Через второй контур За счет Магнитного поля Номер 1 Естественно этот поток Будет равен Интеграл Мы должны разбить Этот контур На маленькие кусочки В каждом кусочке Сделать Элемент Площади Дельта С И Просуммировать Поток Через каждую ячейку В каждой ячейке Поток будет Б1 На площадь ячейки На ДС2 С2 Потому что Второй контур И мы должны Просуммировать По всей Площади Внутри Контура С2 Внутри Контура 2 Вот такой поток Будет пронизывать Второй Контур Я напомню Что от каждого Элемента Провода В любой Точке Пространства Вот скажем В точке Пространства Которая Задается Вектором R Большое А здесь У нас есть Элемент Провода Если у нас Ток бежит В эту сторону Дельта Дельта Первый Контур 1 Житая Вот этот Элемент Провода И он Находится В точке R Малая С индексом Житая Этот элемент Провода Здесь Создает Магнитное Поле Это Магнитное Поле Дельта Б1 В точке R Большое Вычисляется По закону Биосаверлопласа Это будет Мюс Ноликом На ток Который Течет В первом Контуре На векторное Произведение Элемента Длины Провода На вектор Соединяющий Точку Наблюдения С точкой Источника То есть R Минус R Житая Делить На куб Расстояние Нам здесь Важно Только одно Оказывается Величина Поле Б Пропорциональна Току В первом Контуре Они Пропорциональны Друг Другу И Эта Пропорциональность Будет Не только Для этого Кусочка А для Всех Остальных Кусочек Согласитесь А поскольку Полное Поле По принципу Суперпозиции Это сумма Вкладов От каждого Кусочка То полное Поле В этой Точке Будет Пропорционально Току В этой Точке И так Оказывается Величина Поле Может Может быть По-разному Смотреть В каждой Точке Контур Мало Там Как Линии Идут Но Оно Увеличится В два Раза Скажите Пожалуйста Если В каждой Точке При увеличении Тока В два Раза Б Увеличит Увеличится Во столько Раз Что С потоком Будет Он Тоже Увеличится В два Раза И так Мы с вами Договорились Что Магнитный Поток Через Площадь Второго Контура За счет Тока В первом Контуре Пропорционален Силе Тока В первом Контуре Если Они Пропорциональны То Можно Ввести Коэффициент Пропорциональности Связывающий Магнитный Поток С силой Тока Этот Коэффициент Пропорциональности Называется Коэффициентом Взаимной Индукции По Определению Коэффициент Взаимной Индукции М 2,1 Это Такая Величина Что Коэффициент Связывает Стоит Между F И То Есть Поток Через Второй Контур Магнитного Поля Создаваемого Тока В первом Контуре Есть Коэффициент Взаимной Индукции На силу Тока В первом Контуре Это Определение Коэффициентов Взаимной Индукции То что Они Пропорциональны Понятно Из Закона Биасаварова Лапласа Из Закона Биасаварова Лапласа Получается Что в каждой Точке В1 Пропорционально Току Но Поскольку Поток Это Сумма Скалярных Произведений В1 На элемент Площади То Поскольку В1 Пропорционально Току То и Ф Пропорционально Току А если Так То Ф Пропорционально Току Коэффициент Назовем Коэффициентом Взаимной Индукции Ну Давайте Договоримся О Размерности Коэффициентов Взаимной Индукции В чем Измеряется Б Тесла В чем Измеряется Площадь Метров Квадрат В чем Измеряется Ток В амперах Для потока Магнитного Поля Существует Специальная Величина Единица Поток Магнитного Поля В одну Теслу Через Квадратную Рамку В один Метр Измеряется Веберах Смотрите Как Магнитного Поля Повезло И для Б И для Потока Б Придумали Специальные Единицы А для Е И для Потока Е Специальных Единиц Не Придумали Ну и для Коэффициента Взаимной Индукции Придумали Специальную Единицу Вот если Вы это Поделите На ампер Это будет Тесла Тесла Это Индуктивность Такого Контура Это Коэффициент Взаимной Индукции Двух Таких Контуров Что Когда В одном Из них Течет Поток В один Ампер В другом Наводится Магнитный Поток В один Вемер Что Ой Генри 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 А может Наоборот Может Смотрите В чем Магнитное Полис Кто-то Из них Тесла Кто-то Генри В системе Единиц Нормальной СГС Там нет Ни Генри Ни Тесла Перерыв в Ни Тесла Ни Тесла Генри Продолжение следует...